Так, а что у нас такое? Мы уже стартанули, что ли? Мы уже стартанули. Здравствуйте, Грагнир, Белдор. Друзья, всем добрый вечер. Мономах, сам Мономах пришел. Блин, класс. Артурис, чем Андрей говорит. Здравствуйте, Артурис, добро пожаловать на трансляцию. Сегодня у нас продолжение первого победного и последнего Трая. Ну, может быть, не победного, может быть, не последнего, может быть, не первого. Азара, привет. Погнали. Это полноценно действует, к сожалению. Пробегал мимо кавера, поэтому такая низкая вероятность. Это уже более серьезное ранение. Сейчас вот ближний будет стрелять 60-70 по мне. Вот это, скорее всего, переигрывать будем. Ну, они попасть могут с очень хорошей вероятностью. Не этот, а ближний. Я под огнем! Вот он. Да, ожидалось. Ожидалось. Вполне. Блин, тяжело. Я сейчас буду депрессовать по поводу прошлого Трая. Да, он был не таким, конечно, удачным, но... Одна миссия. И все, я понеслась. Если ты берешь ученого, он там, первый ученый, на 33% увеличивает скорость исследования. Представляете, ты что-то можешь получить. Что получишь? Это что ты будешь исследовать. Зависит, соответственно... А, когда ты исследуешь, тебе нужно еще будет это произвести. То есть, здесь в игре нужно хоть как-то, но планировать свои действия и понимать, что, зачем ты делаешь. Друзья, всем хорошего настроения. Я надеюсь, у вас все хорошо. Пишите в чате, задавайте вопросы, передавайте приветы. Я сейчас попробую за счет общения выйти на позитивную волну в этом Трае. И превратить его в самый успешный, самый победный Трай. Вот они идут. Куда прибежал? Нифига себе. Он так не должен был далеко добежать. Пулеметчик идет. Так, ну по пулеметчику стреляют многие. А вот дальних мы не видим, да? Слушайте, а реально стреляют по одной и той же цели? Ну, как-то так. Сейчас этого мы фланганем, этого мы фланганем, и останется только один пак. Очень хорошо. Так. Вот, подготовили. Моя задача подойти как можно ближе. И ворваться как можно речь. Что там и сектует, и его друг офигели от врыва. Перекармливаешь кота? Не-не-не, она просто такая плотненькая. Она у нее, конечно, у нее лапы такие здоровые, у нее нож широкий. Она, пффф, щекот-убийца. Давай, наверное, гренками закидаем сектоида раз. Ну, гренку раз, гренку два, потом добили. Возможно еще... Поэтому еще постреляем. Гренка два. Соответственно, здесь добиваем 8-6, скорее всего. И... Пробуем 71. Понятненько. Так, ну давай тогда гранату в него. Не хочу рисковать здоровьем одного товарища, главного. Хотя, давай, лучше овер-овер-овер. Но он метнется, и так будет больше шанса попасть. Ну, потому что он уходит из-под кавера. Даже несмотря на штраф, это получается чуть-чуть выгоднее. Вот когда овер вдоль стенки срабатывает, это, конечно, не очень хорошо. Продолжаем искать. Идем на следующую миссию побег. Это у нас сопротивление. Плюс лемминг. Ну, важнее, конечно, инженеры и ученые. Но пока не дают. Пока не дают. Так, через Ивак сюда, да? Да, тут есть вход. Кажется, есть вход. Но сверху, по крайней мере. Да, я узнал. Ты узнаешь его из тысячи. Блин, реально, с этим паком что делать? О, сейчас, кажется, решится, что с ним делать. Близко уже очень. Ага, Рон Дон Дон. Ну, мне их в любом случае надо убивать. Вряд ли они уйдут далеко от Ивака, когда мирные пойдут. Поэтому, с вашего позволения, я пойду их пулить. То есть мы двигаемся в сторону мирных для начала, да? Подходим на прям границу при границу. Пробуем их принять. Дистанция хорошая. Погнали. Правда, у этого полукавер сразу. Серьезно. 85 промах. Попали два раза хорошо. 90 молодцы, минус один. Ой, минус два. Один только выжил с одним хитом, два лут. К сожалению, тут на овере встала. И я не знаю, кем мне оверс, не мать. О, мой бог. Собираем сразу два лута. Там еще сломать кого-то можно. Ну, слушайте, четыре человека, это половина карты на старте. Очень хорошо сняли. Обезопасили себе место на Иваке. Кто-то есть. Ага. Окей. Еще тройка. Мчится. Дезориентация. Ну, дрон пролетит, меня штампанет. Как бы тут особо делать, ну, мало чего можно придумать с этим. Увы. То есть один у меня будет оглушен, и специалист никак здесь не поможет. И этот ушел с каверами. Вероятность попасть здесь очень низкая из-за дезориентации полных укрытий. Ну, вот дрон, рон-дон-дон, он оглушение, да. Протокола восстановления даже близко нет, потому что специалист самый-самый базовый. На два хода человек уходит. Это наверх. Ах, он пес. Ведь у этого не четыре, а двадцать. Fire! Так, а что делать-то мне? Делать, скорее всего, дезориентацию. Сможем ли мы убрать дроны? Это хороший вопрос. Может, и не сможем? Придется медикам помогать. И на верхнего дезориентацию кидаем, получается. Они по-прежнему хорошо штрафуются, но все ближе и ближе к сопротивлению. Где-то еще третья пачка. О, это что такое? Что, офигел, что ли? И вот в таких ситуациях не пишут вероятность. Я не знаю, как это расценивать. Может быть, это, типа, гарантированное попадание. Потому что... Ну, а что это такое? Ладно, пробую дебют. Если что, гренке придется. Да. Да. Ладно, мне повезет. Ой, что, блин, что это за ивак? Спасибо, игра. Спасибо. В прошлый раз было 36. И в прошлый раз я не собрал... Ну, вообще... О, что? Так, у нас тут в Хьюстон проблемы. А если я встану в дверь, они же не пройдут. Мы их можем запереть там прямо сейчас, типа, сагрить, и они там останутся. Да, погнали. Здрасте. И выходи, а наши сейчас зайдут. Ой, красиво. Красиво. Тири-ти, тири-ти, тири-ти. Красиво. Такое бывает, да? Хотя бы одна, хотя бы гранка. Что они там делали в камере вместе с сопротивлением, я не знаю. Если честно, не хочется знать. Ледоколыч подранили. Не за что. Мы штравали безликого и инструктировали. О, кстати! Мы знаем, кто... О, мы можем вычислить безликого. Аннет Халварсен. Конрад Увогель. Увогель. Или Эстела Суарес. О, Эстела. Ну, я бы их сразу к доктору Вален бы отправил. Так, ладно. Миссию выполнили, трех освободили. Лут подлутали. Всех убили. Получили одно ранение где-то дней на десять. Но тут, чё? Ничего не сделать. Ну, попробуем эту. Зона действия, кстати, здесь небольшая. Что осложняет операцию. Ну что, я попробую слева подойти к этому... К этому зданию. Если мы до него доходим, забираемся, то полдела уже сделано. Здесь в таких миссиях нужно тебе везение. Особенно на старте. Вот, не повезло. Там полукавер и где-то четыре выстрела с вероятностью 50 плюс процентов. Поэтому я уже не особо верю, что он выживет. И даже если он выживет, на следующий ход он не достигнет безопасного места. Плохое начало в этом трайме. Мы опять остаемся без ученого. Погнали. Не утащили мы первого ученого нашего. Устрою госпиталь, получается. Достраивает два дня. Чё там? Уникновение, побег, два часа спасите. Помогите, большая карта. Карта, поехали. Да, бдительность повышается не просто так. То есть, если мы выполняем миссии, если мы успешно выполняем миссии, это влияет на бдительность адвента, насколько я понял. То есть, даже не то, что ты их определяешь, а то, что ты их выполняешь. Поэтому то, что бдительность повышается, это нормально. Это не рандом. Это следствие выполнения миссии. Но для того, чтобы все было хорошо, тебе нужно больше регионов. Соответственно, не нужно тратить разведданные. Нужно пытаться получать дополнительные регионы, где как бы можно активничать. Ну, либо уходить в конспирацию, или вообще уходить, продолжать активность, вне зависимости от бдительности. Но тогда миссии будет всё сложнее и сложнее выполнять. Плюс может прилететь террор. Это самое опасное. Только не перекрывай меня. Дай мне... Да, он вот вправо уходит. Мы обнаружили, во-первых, один пак из трёх, во-вторых, двух разведчиков из двух. То есть, по сути, мне нужно... Я не могу вот так вот сюда. Блин, что за баги? Мне нужно сейчас рваться в сторону Ивака, видимо. Ну, самое главное обойти вот эти вот пять... Этих пять человек. Тихо. Ломаем. Новобрание 17%, а? Нет. Так, ориентировочно идём так же, как зашли, то есть через крышу. Никаких дверей не открываем, ни черта не делаем. Пытаемся уйти. Иногда имеет смысл... Ну, то есть, если тебя уже спалили, ну, то есть, вскрыл, например, и там пак стоит, то имеет смысл бежать от пака и, возможно, в рассыпную ни в одном направлении там оставлять, кому-нибудь на жертву, например. Вот. Но если вы пока ещё, ну, типа, двигаетесь и вас, вы не увидели врагов, то имеет смысл отправлять одного разведчика и, если всё хорошо, идти буквально по его следам. Стараться идти по его следам для того, чтобы не вызвать ничего. Всё, мы выполнили миссию. Никаких ранений, никаких проблем. Получили опыт спасли четырёх человек. Мне скажут сейчас безупречно. О, всё. Инопланетная техника расчищена. И это значит, мы можем делать и должны делать зону испытаний. Туда запрыгивает инженер, а второй инженер идёт расчищать дальше. Правильная была покупка второго инженера? Или я учёного купил? Нет, кажется, я инженера купил. Девять очков способностей. Справились с секретным заданием. Материал, модификатор. Сейчас деньги важнее. Штурмовик раз, 34, и штурмовик 2. 26, 20. Они низкого, низкого уровня, к сожалению. Лабораторию будешь строить в будущем? Конечно, но у меня определённый приоритет есть по строительству. Ещё одна цель. Что здесь? Четыре дня. Разбойное нападение. Захватите ресурсы. Нет, Трисандр, нет. Я сюда отправлю минимум двух товарищей снизу, просто для того, чтобы подкачать их. Готовим диверсию, погнали. Короче, давайте. Ой, блин, я кого-то спунил. Нет. Так, нет. Трисандр, давай я тебя доглажу лучше спокойно, а потом уже, потом уже пойду спокойной миссией заниматься, хорошо? Вот, скорее всего, сразу после этой диверсии я передислоцируюсь в другой регион и будем там активничать. А, нет, подождите, я же пойду, я же пойду следующий регион захватывать, точно. Возможно, смежный здесь, хотя нет, я не смогу смежно захватить из-за того, что стоимость здесь же вышка не стоит в этом регионе. Ну, можно выключить его для начала. То, что он меня флангует, это прям сто процентов. Ну, ладно, не сто процентов, девяносто процентов. Так что, я бы его попробовал выключить. Хорошо. Ну, поближе подойти, потому что, кажется, здесь все-таки будут подкрепления. Сложно вспомнить миссию, на которой нет подкреп. кажется, надо было просто дрона убивать. Не париться. Потому что сейчас он включается, флангует, я пулю его и пулю центральных, как минимум. И слева мэг. Охренеть, вся карта сейчас будет у меня. А мог бы дрона убить просто. И гранатометчики рядом с ним стоит ракетчик. Дрон наблюдатель снова действует. Флангует? Нет. Чувер, врач. Двигаться я не могу. Время молиться. Шесть человек вокруг меня. Седьмой дрон справа. Очень жара пойдет. Увидели, увидели. Погнали, блин. Минус один. Бронебойки, ну где я бронебойки? Промах-промах, вы чё? Ой, беда. Дрон сзади. Хорошо, половинка хп у него сняли уже. И еще пулица один пак. Так, ладно, сюда нужно обязательно дезориентацию, хотя огнеметчик-то меня жахнет. Нет, на овере стоит. И еще пачка. Охренеть. Вся карта. Просто вся карта. Ладно. так, спасите меня. Раз, 34. У него бронебойка, по крайней мере. Здесь он два раза стреляет, а по мэку он стреляет один раз. Понимаете? Числящик. Не, взорвался. Хорошо. Здесь у нас неуязвимость будет у товарища. Как нам избавляться от мэка? Входить сюда, кидать гренку сюда. Нанес оставшийся урон. А, я же две единицы взрываю, нет? Да, у меня же этот стоит, точно. Ой, хороший ивент. Пригодился. Тут нужно будет дезориентацию закинуть. Ну, что его убивать? Сто процентов, 3-5. Царапина, сколько интересно. Так, мэка убили. Хорошо. Так, пять человек. Раз, два дрона, три, четыре и пять. В целом, уже ситуация такая. Контролируемая. Че мне игра постоянно говорит, что надо убивать другое? Только нужен урон. Не тройка, а четверка. Ай, молодцы. Ох, вроде как неплохо разрулили. Все у нас, видимые, стоят под полным укрытием. Этот овер, этот отступает, не будет, соответственно, дезориентации. Он стреляет по полуукрытию, но тут у нас, ааа, нет, будет дезориентация. Интересно, неуязвимость заблокирует дезориентацию или нет? Неуязвимость заблокировала дезориентацию. Красава. Этот может только стрелять в фулл кавер, дезориентация, бах, мимо 18%, и полноценно действует только один дрон, который летит, а у нас тут все, а, оглушение мы восстановим. Вообще вырулил! Вырулил! Вырулил, вырулил, нормально. Здесь подходим, флангуем этого убиваем. Теперь подходим скорее с игренкой, кинем нас дальнего. Здесь дрона убьем, скорее всего, через... Так, не так? Ты так? Раз. Два. И снова. Как ты что, деви... Так, Хьюстон, у нас проблема. Там точность... Один раз минимальный урон, второй раз царапина. Или первый раз тоже царапина была, я не увидел. Потому что надо сейчас мопса, шмопса спасать, пытаться. Забивать на дроны, пытаться выходить сюда. Не надо выходить сюда, просто стрелять с места. Стасиса у него нет? Хорошо. Здесь этого убиваем, неуязвимость получаем. 82, не факт, что убиваем. И еще кидаем греночку в этого. Камеру уничтожить сможем, интересно? Такой реквизит интересный. Нет, это бутафория. Отходим ближе, лутаем, подходим ближе, стреляем. Фланг раз. Фланга два нет. 75, пробуем. Хорошо. Дейсовер, дейсовер, дейсовер. Он флангуется, он должен сейчас метнуться куда-то, не знаю, куда-за, скорее всего. Не, он вперед идет. Давайте, ребят, ну, ну, ребят, ну, спасибо. Ну, там 60, 60, 60 процентов. Справились. Сейлор, сейлор сейлер говорит, Миш, привет, смотрю, ты его прохождение, скажи, почему ты совсем не хочешь пробовать пойти с сейвем ограниченным количеством загрузок, разве у тебя не будет права, энергетический скилл испортиться? Да нет, мне просто это не так интересно. Тут каждый трай по-новому, кроме там первой миссии, мы очень много меняем каждый трай. Понятное дело, что хочется там новые технологии, совсем новых мобов, но я помню, у меня был хороший, ну, типа, трайв, где я дальше зашел, там это все очень быстро поменяется. Еще дайте месяца 2-3 и будет совсем другая картинка. Погнали спасать наших. так сразу, сразу кажется, встреча у нас, да? Да. Ой, нет, рисун, микрофон не надо трогать, пожалуйста. Тут псих, которого мы не убьем сразу же. Дробовиков у меня лазерных нет, здесь есть молниеносный, начинает покусывать мне пуговицы. этого мы убьем. Этого должны окружать, точнее, оглушать. Либо забивать и убегать. Это тоже опция. Трисандра Михайловна, не трогай микрофон. Глушим раз. Вот кто еще, кроме штурмовиков, может вот так вот более-менее гарантированно, пусть в два хода, но справляться почти с любым паком. Вот кто? Я не знаю кто. Хотя, может, и не должны. Не должны. Да он, стасис может уйти. О-о-о! Хороший выстрел. Нет, у него еще стасиса. Бежать или не бежать? Не, не бежать. 100%. И он кого-то увидит явным. Вижу Мэка. Ой, мутон уже. Да, технологический уровень у врагов пятерка. А вот второй пак. Ну, с одной стороны, это хорошая новость, потому что мы знаем, что здесь у штурмашей уже никого нет. То есть, все враги находятся на Иваке. Плохая новость, что, скорее всего, мне придется со всеми этими врагами сражаться. Чего не хотелось бы, да? 2, 5, 7, еще может быть. Ну, это может быть неполный пак. То есть, вот сейчас вопрос возникает, лезть мне или не лезть? Я не хочу лезть. Тем более, что наши еще пройдут вот так, вот так вот, глядишь, бочком вообще вылезут. Я бы, наверное, даже сместился вправо для того, чтобы, ну, не отсвечивать сильно и быть готовым, если что, просто наших прикрывать. но пулить раньше времени, естественно, не стоит. Более того, я бы даже сейчас отступил ниндзи для того, чтобы меня не перекрыли и не не заставили сражаться за него. Ох, мутоны, 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 это же жир, блин, это же мощь, у него винтовка, у него два армора, у него здоровья много, гранаты есть, это же не просто Вася какой-нибудь зеленый, это серьезный человек. Уважаемый человек. Ну, они пошли на перехват моего, кажется. Так, они оба уходят. Это хорошо, потому что я могу реально мимо них подкрепить уже сейчас. А вот это плохо. Капец, я же не добегаю вообще никак, даже близко странники. И все на меня И сейчас флангуют Ниндзю увидят сейчас Ой-ой-ой Проблема сейчас в том, что ниндзю могут увидеть Да, он подсветился И надо его срочно убирать, чтобы он не спулил новый пак И сейчас подкрепление еще пролетит Капец, мне только пак убивать этих Да, и пачка прилетает сюда Кто там? Черный Два черных, хорошо, базовая вообще штука Хотя нет, один продвинутый Один с синим, видите, отливом Это типа продвинутый солдат И выходит, охренеть Все, ггшечка Надо валить Ооо Ооо Мэг у меня уже наверху И на мне сторонники еще И этот стреляет сразу Да как так-то вообще? Охренеть Одна ошибка и все Охренеть Ну что за анлак, а? Они появляются рядом со мной сразу все Детектят ниндзю И все И сразу пак И сразу пак Сразу выстрел С во фланг На рандомном разбегании Ну да Такое стечение Крутой обстоятельств Получилось Каждую трансляцию Раз пять говорю Что не нужны советы Нет, блин Мне некем сейчас спасать наших У меня начинаются опять вот эти вот флешбеки В прошлый раз Мы потеряли там двух штурмашей В этот раз там штурмаши гораздо менее опытные Здесь явно не хватает уже Этих дробовиков Лазерных Что за местность такая? Что за дом такой? Проклятый старый И сразу пул Простой и не очень Начинается Ой, мой любимый респ Капец Мой любимый респ Две заморозки Че, пробуем увидеть здесь? Обычно здесь всегда пак есть Раз Три секторида Ладно Глаза даем Может быть и И нормально Что они здесь Слушайте, ну тут мне нужно рисковать К сожалению Рананган Пандос Уже плохо все Протокол помощи нужен На дальнем А здесь надо выпуливать сразу сектоидов И врываться скорее всего тоже сразу Отходим ближе Ну время молиться Сейчас у меня там два Два человека стреляют во фланг Блин Этот подходит Этот подходит Этот Пытается захватить Но ничего страшного Мы можем Из ориентации его взять Панику Можем восстановить А эти что Вот это вот сейчас будет Протокол помощи Не факт, что поможет Крит Он попадает И критует 20% Ну вот Это вот Вот это вот Лак мой И второй стреляет Три хита мне осталось Это все Вот и все Офицер приходит в себя Ворваться в сектоиды Замораживать этого Пытаться Медикам тоже Ворваться Медик не ворвется уже Никуда Блин, ну что за Что за жесть Почему сразу Полим мы два пака там, а? Ну потому что Так вот получилось Здесь нравится Ход потанковать Чтобы спасти своего Ну потому что Либо Ты Так вот делаешь Либо 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 не так Часовой выстрел Пытаюсь даже Без заморозки Пытаюсь убить его Здесь идем Делаем дуплет Как же нашего-то спасти Переходы Ой, ну да сейчас Бежать сюда с пиццом Потому что Только у него Есть аптечка Контроль Дезориентацию Нинь здесь Фланга вроде нет Хорошо Попал Второй 60 Я кажется Не успеваю Спасти своего Ну два хода Как я тут Спасу Перетащить его Попробовать Так Ну ладно Здесь мы Вынуждены Кидать Дезориентацию Пытаться Спасать Рейнджера Черт Сейчас Видимо Надо возвращать Этого Возвращать И замораживать Сектоида Иначе Не успеваем Я думаю Надо выходить И спецом А нет Спец Здесь же на встрече Должны идти Уже прям сейчас Должны идти И желательно Закидывает Дымчанский На своего Вот тогда Здесь мы Замораживаем Кого-то из Сектоидов Получается Да Нет Выбери Сначала Цель Идет Заморозка Это Дезориентирован Будет Поэтому Пытаемся Убить Левого Убивает Пытаемся Убить Вот так Его Дуплет Сто процентов Погнали Ай Молодцы Так Этого нейтрализовали Этого тоже нейтрализовали Здесь подходим Ближе Фланг подставляем Нет Мы подходим И закидываем дым На полукаверного товарища Который пытается Нашего спасти А подъем где? Подъем прямо здесь Подходишь Выкидываешь И в следующий ход Его стабилизируешь Жесть Какая Каждая миссия Да вы издеваетесь Просто Сектоид Не флангует Не флангует же Флангует Ай Дурак Ой Как же мне повезло Додж сработал Одиннадцать процентов Последний ход Я подбегаю сюда Так А тебя же как убивать-то А? Пес Так У меня здесь есть На самом деле И заморозка вторая И ниндзя еще готов Ниндзя скорее всего Врывается Заморозка вторая На кого? Может быть даже Кстати на того Отсюда я не докину То есть Скидываем мы Здесь его Да Можно было Наверное Без скидывания Не уверен Стабилизировать Надо было проверить Вот он лежит На этой клеточке На Мне нужно сюда подходить Чтобы его стабилизировать Черт Ладно Подходим сюда Стабилизация И вот как в этом Можно играть Сейвами вообще Какой 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 Шанс хороший Вон мастер Блэйд мастер Если не царапина То убиваем Хорош Этого обновляем Заморозку Не попади Не надо Не, не надо Аркаш Держись Есть Некрейт Защита Поглашает И идет Подкреп Не дают Мне Не дают Так Что мы Делаем Протокола восстановления Нет Берем Его Прям Грабим Его Переноска Юнита Раз И срочно Наивак Сначала Делаем Гренку Потом Низи Врываемся Какого же Тоненького Там Или Выстрелим 89 Выстрелим 89 Попарем Хорошо Здесь Побежали Побежали Здесь Врывашки Ух Какая Какая Жестная Миссия Все как Надо Как Со спасением Понимаете Он Уносим Человека Сейчас Если Тот Со спины Не Наш Не Они Не успевают Подойти Вот Если Тот Не успеет Мне В спину Гранатомет Есть Я Ухожу Еще Ух Всех Спасли Красавцы На Локича, говорит Кварт, на скиллухи бешеные просто. Бешеные скиллухи. Неудержимые. Все четко. Кого, куда, где, кто нужен. С какими гранатами, с какими способностями. Врезаемся, режем. По твоим стримам можно кино снимать. Да, да, такие миссии. Я сам тут сижу, переживаю. Какие сейвы. Я лучше первый трай буду переигрывать. Первый, последний, победный трай. Спасибо, друзья, что смотрели. Приходите завтра. Завтра не знаю, во сколько стартанем. Скорее всего, где-нибудь после обеда. Потому что XCOM отличный. Спасибо, что смотрели. До завтра, пока.